Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 26 ноября По одному из древних календарей Славяне в этот период отмечают День Сварага и Семаргла По народному месяцу слову Иван Златоуст Озебание Зяби В этот день христиане чтут память Иоанна Златоуста Архиепископа Константинопольского Жившего в IV-V веках Христиане в этот день обращались с просьбой к Матушке Зиме Как ее ласково величали И просили не морозить зябь Осеннюю спашку под Яровое И плотно укрыть землю снегом Но не так страшен был мороз Сколько сильные отепели до самой голи земной После которых снова наступали холода И сковывали влажную землю А еще на Руси про этот день говорили На Ивана Златоуста созывает зима Всю свиту свою в юге и метели Дает холодам наказ Оттепели унять Гонит от изб зима ворон Ишь, раскаркались, к оттепели А надобно озимые хлеба сохранить Чтобы не задохлись, не вымерзли Да и высоко не выбегали Зима полностью вступала в свои права Все живое в природе засыпало Животные попрятались глубоко в норы Люди без надобности не выходили из изб Наши предки говаривали На Златоуста все поле пусто В старину люди верили, что мороз – это злое божество, которого зовут Зюзя Представляли его стариком огромного роста с длинной окладистой бородой До чего дотронется он своим посохом, то вмиг в ледышку превратится Просили крестьяне в этот день Зюзю, чтоб сильно не бушевал, да и землю не морозил 26 ноября было принято обращаться к Иоанну Златоусту о суде над мздаинцами и обманщиками Считалось, что правильная молитва, произнесенная рано поутру в этот день Выведет на чистую воду любой обман и оградит от него человека в дальнейшем В эту пору по всей северной и восточной части Руси начиналась пельменная пора Морозы устанавливались крепкие Поэтому пельмени можно было замораживать без опаски Хозяйки делали большое количество теста и фарша Причем последний делался не только из мяса, но и из грибов и рыбы Пельмени лепили всей семьей, иногда и несколькими семьями по-соседски Потом их замораживали на улице и сыпали в мешки, в которых и хранили По надобности из мешков доставали нужное количество пельменей и отваривали на обед В этот день примечали А по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают день Сварага и Семаргла Славяне и Арии празднуют и почитают родных богов Сварага и Семаргла, с которыми связано прошедшее в древние времена переустройство нашей вселенной Свараг дословно означает Высший небесный бог, родоначальник всего сущего в нашей вселенной Недаром в Велесовой книге о нем сказано Божий Свараг, Ты, Дед Богов, главу пред Тобой склоняем Великую славу Тебе воспеваем Ты есть начальник рода Божьего, Ты родник всему сущему Позволь испить из Твоей креницы, живой небесной водицы Пока ту воду небесную пьем, в радости все на земле мы живем А после смерти в Сваргу придем И ныне, и пристно, и от круга до круга Великий бог Свараг является отцом для множества древних светлых богов и богинь Поэтому называем их всех Сварожичами, то есть детьми бога Сварага Бог Свараг – хранитель и покровитель небесного Вырия Славяно-Арийского райского сада Посаженного вокруг небесного Асгарда, града богов В котором собраны со всех светлых миров всевозможные деревья, растения И на прекраснейшие, редчайшие цветы со всей подконтрольной ему вселенной Которых он очень любит и бережет Но Свараг заботится не только о небесном Вырии и о небесном Асгарде Но также заботится и о природе Мидгард-Земли и других схожих с ней светлых земель Находящихся у рубежа между светлыми и темными мирами Посылаемая Сварагом на Мидгард-Землю плодотворная сила лучей, ярилы, солнца и дождевых ливней Согревает и питает растительный и животный мир всего Мидгарда Вышний бог Свараг дает необходимую растительную пищу птицам и животным Людям он указал, какую им необходимо пищу выращивать для питания родов своих И какой пищей нужно кормить прирученных птиц и животных Великий бог Свараг является постоянным хранителем небесного чертога-медведя в осворожьем круге Он установил небесные законы восхождения по золотому пути духовного развития Этим законам следуют все светлые гармоничные миры Бог создал и синюю Сваргу, страну в небесах, где живут наши славные предки Сварганить до сих пор значит чудесным мастерским образом сотворить Свараг Сварганил землю Волшебным камнем Аллатырь бог вспенил океан Загустевшая влага стала первой сушей В индийских ведах это творение названо пахтанием океана Говорят Аллатырь он использовал и для других важных целей Ударял по нему молотом и из разлетающихся во все стороны искр Рождались новые боги и ратичи, небесные воины В начале времен, когда Сварг ударил молотом по белгорючь камню Аллатырю Из искры, высеченной из камня, родился огненный бог Семаргл Святозарный огнебог Семаргл явился в огненном вихре, очищающем от всякой скверны Он, словно солнце, озарил всю вселенную Бог Семаргл – огнебог, вышний бог, хранитель вечного живого огня И блюститель точного соблюдения всех огненных обрядов и огненных очищений Семаргл принимает огненные дары, требы и бескровные жертвоприношения На древних славянских и арийских праздниках Особенно на Красногор в день бога Купала и в вышний день бога Перуна Являясь посредником между людьми и всеми небесными богами Огнебог Семаргл является богом-покровителем чертога небесного змея в Осворожьем круге Семаргла также призывают при лечении заболевших животных и людей Когда у человека поднималась температура, то говорили, что огнебог поселился в душе заболевшего Ибо Семаргл, как огненный пес, яростно сражается с хворьями и болезнями, кое-подобно ворогам пробрались в тело или душу заболевшего Считается, что самым лучшим местом для очищения от хворья является баня Огнебог с радостью благословляет всех людей из родов расы великой, кое с чистой душой и духом соблюдают все небесные законы и многомудрые заповеди светлых богов и предков Слава Сваргу! Слава Семарглу! Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы